всем привет сегодня мы рассмотрим очень важную тему практически для любого языка это модульность не забываем отмечаться на портале важно так модули для чего они нужны они нужны для структурирования кода вы уже попробовали писать вы начали с однострочников потом писали скрипты если так продолжить писать долго то у вас получится куча кода с которой довольно сложно как-то взаимодействовать оперировать или или повторно использовать если у вас есть что-то что вы хотите использовать в одном месте в другом в третьем вам понадобится разбивать это на функции эти функции группировать модули модульность используется для различных тем в применении создания клиентов к каким-то вещам например к базам данных то есть клиентам сетевым то есть реализация каких-то конкретных сетевых протоколов модули делаются для того чтобы упаковывать распаковывать данные из каких-то форматов примеры тому джейсон ям или тому подобные конечно же есть модули например для шифрования в общем существует очень много всего модули бывают более высокого уровня более низкого но в целом все они реализованы по одному и тому же способу собственно самый первый момент с которого стоит начать как подключить модуль вы уже это сделали способ подключить модуль это воспользоваться командой use и он бывает разный бывает use вот такой вы его уже видели бывает use с подключением конкретного модуля и вот здесь уже начинаются варианты можно просто подключить модуль можно подключить модуль конкретной версии с указанием версии можно подключить модуль и передать ему некоторые параметры. Можно сделать все вместе, можно передать и версию, можно передать параметры, можно вызвать модуль с пустыми скобками. Также модуль может использоваться для изменения поведения самого интерпретатора в рамках вашей программы. Например, есть такая директива sort. С ее помощью можно поменять механизм сортировки, который используется в языке. Давайте, собственно, разберемся, что же такое use и как он работает. Это вам поможет понимать то, как работают программы на Perl. Use это раннее подключение какого-то исходного кода. По своему устройству он выглядит следующим образом. Это некий блок Begin, который мы сейчас разберем, это require, который загружает код и это вызов некоторого метода импорт. Вот эти три вещи как раз и обеспечивают загрузку модуля в фазе use. Для того, чтобы понять, что такое Begin, разберем такую вещь, как фазы работы интерпретатора. В отличие от большинства скриптовых языков, у Perl есть различные стадии. Perl сначала компилирует программу, потом он ее начинает исполнять. Для того, чтобы понять, какие фазы есть, то есть они здесь перечислены и с ними можно в тот или иной момент столкнуться. Давайте разберемся. Напишем вот такой не очень просто выглядящий скрипт, но мы его сейчас по кусочкам разберем. Существуют специальные слова-блоки Check, Unit, Check, Init, Begin, End, которые отвечают каждый за какую-то свою конкретную фазу. Указывая код в этом блоке, вы можете исполнять код в конкретной фазе. Итак, запустим эту программу и посмотрим, что начнет выводиться на экран. Ну, use пока мы пропустим, он здесь для того, чтобы Say работал. Первыми начинают выполняться блоки Begin. Begin — это фаза компиляции. Они выполняются в порядке FirstIn, FirstOut. Первый Begin был написан, значит, он будет первым исполнен. Исполняется первый Begin — он дает свой вывод. Исполняется второй Begin — он дает свой вывод. После того, как завершились все стадии Begin, Perl скомпилировал программу. То есть он прочитал все исходники, он загрузил все модули, которые были указаны use, проверил весь синтаксис. То есть после этого программа, можно сказать, начнет исполняться. После этого идет фаза проверок. Вот эти все UnitCheck, Check, Init — это фаза проверок. UnitCheck выполняется в обратном порядке. Если он был запущен последним, он выполнится первым. Поэтому они в обратном порядке раскручиваются и исполняются. Потом наступает фаза Check, которая исполняется точно в таком же порядке, как и UnitCheck. Потом наступает фаза инициализации, которая идет в прямом порядке. Исполняется первый Unit, исполняется второй Unit. После того, как все эти блоки выполнились, наша программа начинает выполняться. У нас в самом начале написан какой-то код, который исполняется в обычном, нормальном, так называемом, рантайме. И в конце, именно после всех этих блоков, они начинают исполняться. Выполняется первый, выполняется второй, что мы и видим. Здесь у каждого блока прописана фаза исполнения, то есть в какой фазе они выполнялись. То есть вы всегда ее можете прочитать, посмотреть. Так вот, когда программа дошла до конца, больше она ничего не может делать, она начинает выходить. Начинается фаза End. End тоже выполняется с конца. Если он был последний, он очищает ресурсы по мере загрузки в обратном порядке. Поэтому исполняется сначала последний End, потом предыдущий и так далее. Здесь все более-менее просто. Вот фазы определены, они загрузились, все хорошо, все работает. Есть один момент. Мы собираемся откуда-то из какого-то исходника загружать код. И в этом коде могут встречаться такие же фазы. Загружать код мы будем чем-то похожим на эвал. Поэтому давайте посмотрим, как работают фазы внутри эвала. Вот я написал строковый эвал, внутри которого, где я упомянул все вот эти блоки, которые мы только что рассматривали. В чем отличие этого примера от предыдущего? Здесь эти блоки находятся внутри строки. Интерпретатор их не видит до того момента, как код начнет выполняться. Он видит просто какую-то строку. Поэтому, когда мы запустим эту программу, мы увидим следующее. Мы увидим, что у нас исполнился вот этот before уже в фазе run. И все остальное тоже исполнялось в фазе run. То есть наступил рантайм. И в рантайме пошел загружаться какой-то код. Для блоков begin, unit check и, собственно, само исполнение вот это, определено, что да, оно исполняется в фазе run. А вот эти два в фазе run не исполняются, поскольку это специальные обработчики, которые регистрируются. Так же, как и обработчик end. Они регистрируются, что они должны быть выполнены в определенной фазе. Блок check должен быть выполнен в фазе check, но фаза check уже прошла и никогда не наступит. Если end наступил, то есть он здесь зарегистрировался и после выхода из программы он выполнился, то эти не выполняются. Для того, чтобы наш модуль мог пользоваться вот этими блоками, нам нужно взять вот эту нашу строчку. То есть вот модуль можем грузить при помощи ключевого слова require. Напишем вот модуль, который так делает, и, в общем, программу, которая так делает. Если мы ее запустим, мы увидим следующее. Мы увидим, что наша программа вся запустилась, скомпилировалась, проверила, вошла в фазу run и только потом начала исполнять наш модуль. Ну, в общем, у модуля, как я и сказал, нет фазы check, нет фазы init и вообще он очень поздно грузился. В общем, begin как раз и решает эту проблему. Begin позволяет загрузить код на самой ранней стадии. Если же мы вот эту, все, что мы добавили, это мы добавили begin вокруг вот этого require. После этого порядок становится совершенно другим. У нас можно выделить явно фазу компиляции конкретного модуля. У нас начался main, он начал компилироваться. В рамках компиляции ему понадобилось загрузить модуль. Он его загрузил. Загрузка модуля – это его собственная компиляция. Она вся входит в фазу компиляции скрипта. И вот когда все компиляции закончились, когда прошли все begin, компиляция закончилась, исходник чистый, в нем нет ошибок. Дальше можно перейти к фазе проверок. Каждый модуль может зарегистрировать себе блок чек, блок инициализации для того, чтобы что-то там сделать. Зачем это нужно? Когда вы пишете блок begin, у вас еще могут быть не объявлены функции, не объявлены какие-то переменные, что-то недогружено. То есть вы пока только компилируете код. В фазе чек у вас весь исходник уже точно прочитан. Вы можете обратиться к своему модулю, посмотреть, какие у него, например, объявлены функции и так далее. Поэтому вот эти фазы, они вынесены отдельно. Ну и в общем, когда все закончилось, мы переходим в фазу run. Таким образом, мы выяснили, что require должен работать в begin, для того, чтобы позволить исполняться всем вот этим фазам, которые написаны в этих модулях. Ну, теперь давайте посмотрим, как работает сам require. Это тоже важно и интересно. Значит, require принимает одну из двух вещей. Либо он принимает имя модуля, так же, как его принимает use, либо ему можно передать это имя модуля в виде вот в таком. Двоеточие заменяются на слыши и в конце дописывается точка pm, PerlModule. Эта команда, собственно, далее идет специальный массив собака inc. inc в том или ином варианте присутствует в большинстве языков. Это путь к библиотекам. Собственно, если вы его выведите, вы на своих машинах увидите приблизительно такое. На локальных вы можете увидеть разные пути, но в целом у вас существует список мест, где лежат библиотеки к PerlModule. Есть системные, есть дополнительные, есть ваши, то есть в точке могут лежать конкретно ваши, то есть в текущей директории. Что происходит дальше? Дальше PerlModule нужно найти этот файл. Он просто обходит весь inc и смотрит, а нет ли такого файла, вот как нас попросили, по одному из этих путей. Если он нашел, вот в том порядке, в котором он шел, значит, вот это и есть тот модуль, он будет его грузить. После этого, в общем, есть очень простой код. Это, конечно, симуляция, но, кстати, она будет работать. Мы открываем файл, читаем его целиком. Если у нас файл не получилось прочитать, мы, собственно, сообщим, что модуль не может быть загружен. Это же сообщение об ошибке вы увидите, когда вы сделаете require на несуществующий файл. Далее нужно код, который мы прочитали, исполнить. То есть мы просто прочитали код в строку. Дальше мы этот код интерпретируем как перловую программу при помощи вызова eval. У eval есть две проверки. Первая проверка – это, что модуль упал, то есть в нем было вызвано какое-либо исключение. Соответственно, мы поймали переменную $ собака. Другой вариант – это, когда модуль не вернул так называемое true значение. В этом случае мы получим вот такую ошибку. Каждый модуль должен возвращать true значение. Это те самые единички, точка с запятой, которые вы можете наблюдать в каждом модуле. После того, как мы загрузили код, мы можем его исполнять, мы можем им пользоваться. Здесь есть один момент. Сама загрузка кода, то есть когда мы читаем исходник, eval, что-то делаем, она тяжелая. Ну, вы как бы представьте, его нужно поднять, интерпретировать, скомпилировать, и много разных частей вашей программы могут пользоваться одним и тем же модулем. Для того, чтобы сэкономить на загрузке, для того чтобы загрузка была быстрее, когда все пользуются одними и теми же модулями, была сделана следующая штука. Был заведен специальный хэш, в который заносится запись, что такой модуль начал грузиться. Причем там сразу пишется, по какому пути он начал грузиться. Если он загрузился, все хорошо. Если он не загрузился, это собственно признак, здесь оно не описано явно, того, что он не загрузился. И перед тем, как его грузить, мы проверяем, а если у нас этот модуль уже есть, мы эту всю фазу пропускаем. Он уже загружен и скомпилирован. %Inc это кэш из всех загруженных модулей. Информация о том, что загружено. Если вы просто запустите программу, подключите датапринтер, например, датадампер, что угодно, можете вручную пройтись по хэшу %Inc и посмотреть, что там, вот вы увидите приблизительно такое. Оно может быть разным для разных интерпретаторов, для разных запусков, но в целом там есть имя модуля в формате имени файла и путь, где он лежит, откуда он загружен. Таким образом мы разобрали, как устроен require, как require находит исходники, как он их кэширует, как он их загружает. Следующая фаза это импортирование. Мы видели, что в описании use, если вы откроете PerlDoc на use, вы увидите, что use это require и импорт. Вот что же такое импорт? У вас, у вашего модуля вы написали модуль. Дальше вы в этом модуле можете написать функцию import, которая будет вызвана, когда вас подключили. Таким образом вам дают возможность отловить, что вас куда-то подключили и вам нужно что-то сделать. Например, вот вы уже подключали большинство getOptLong. Из getOptLong вы брали себе функцию getOptions. Как этот самый getOptLong делал таким образом, что у вас в модуле появлялся getOptions? В самом деле писалась вот эта функция import. Для начала, если вам просто нужно довести в другой модуль функций, вы можете не писать свою функцию import. Вы ее можете одолжить у специального модуля, который называется exporter. Это популярный модуль, он входит в стандартную поставку. Большинство людей пользуются для экспортирования функций, переменных именно им. Вы его подключаете, вы можете от него отнаследоваться, вы можете просто у него взять функцию, которая вам нужна. Дальше вы объявляете три, часть из них опциональна, часть обязательно. Собственно, первая вещь обязательно. Вы должны перечислить те функции и символы, которые вы готовы экспортировать. Именно сюда он посмотрит, когда вы попросите у вашего модуля какую-то функцию. Перечислена ли она здесь? Если вы хотите, чтобы ваш модуль по умолчанию привозил какие-то функции, как getOpt, вы говорите getOpt, он вам привозит getOptions. Вы можете указать экспорт по умолчанию. Вообще, использование экспорта по умолчанию спорная тема. Кто-то считает, что экспорт по умолчанию должен быть пустым, что нужно явно подключать. Кто-то говорит, что экспорт должен все-таки что-то приносить. В общем, смотрите сами, соблюдайте баланс. Не пытайтесь привозить в чужие модули очень много функций, но если у вас всего одна функция, рассмотрите вариант, что скорее всего ваш модуль подключают ради этой функции. И если у вас много функций, вы можете сделать определенные группы. Это экспорт текст. Вы можете сгруппировать какие-то функции по категориям. И эту категорию впоследствии можно будет проще подключить. Не перечислять все функции, а просто подключить сразу всю категорию. То есть вот я подключаю модуль, я ему указываю список. Я могу дать просто список функций, я ему могу дать тег и функцию, могу дать только тег. Каждый тег по большому счету разворачивается в список и этот список импортируется в конкретно подключенный модуль. Есть одна возможность. Я говорил, что можно написать use с пустым списком. Если написать use с пустым списком, функция импорт не будет вызываться, то есть если у функции написан импорт и она что-то импортирует, вы можете подключить модуль use, не вызывая ее импорт. Это передать пустой список. В этом случае у вас не происходит, скажем так, засорение вашего namespace и вы можете обратиться к функции по ее полному имени. Как экспортер делает это? Как он довозит функции из одного пакета в другой? Давайте рассмотрим такую вещь, как таблицы символов. Существуют специальные хэши, в которых хранится вся информация о всех загруженных модулях, всех объявленных глобальных переменных, всех объявленных глобальных функций. То есть сюда попадают аур, сюда не попадают май. Если у вас объявлен какой-то package 1, package 2, то у вас автоматом, когда вы в нем что-то делаете или даже вы просто его объявили, создается специальный хэш, заканчивающийся на два двоеточия. Имя этого хэша заканчивается на два двоеточия. То есть его можно записать вот так. В этом хэше лежат все имена переменных. Вот, собственно, вывод. И это имя указывает на некоторую сущность, которая называется type globe. Вы уже, возможно, столкнулись с тем, что можно одновременно объявлять переменные скаляры, массивы, функции с одинаковым именем. Вы их различаете сигилами. Вот хранятся они все в этих самых type globe. Смотрите, здесь у меня есть скалярная переменная var и массив var. При этом type globe у меня всего один. Это var. Внутри type globe может лежать. Там может лежать скаляр. Это, собственно, скалярная переменная. Там может быть массив или хэш. Может быть функция с таким именем. Существует еще файловый дескриптор. Вот здесь в примере. Существует такая форма записи open, когда вы указываете глобальный файловый дескриптор. Это не самый рекомендованный способ. Лучше пользоваться my переменными, но тем не менее это есть. То есть вы можете с этим столкнуться. Итак, также в type globe может храниться информация о том, ну, собственно, какое имя этого type globe и из какого он пакета. Этим можно пользоваться при изучении. То есть вы пошли в таблицу символов и пошли смотреть, что у вас где объявлено. Но также таблицей символов можно пользоваться для того, чтобы что-то куда-то копировать. Особенность type globe. Он не копирует переменные. Он копирует их, можно сказать, указатели на них. То есть если вы присваиваете один type globe к другому, вы получаете две переменных, указывающие в некое одно пространство. Type globe обозначается звездочкой. Собственно, семантика звездочки здесь довольно простая. Звездочка, она обобщает все типы, которые там есть. Поэтому, когда вы копируете type globe целиком, звездочка в звездочку, вы копируете все, что лежит внутри него. Таким образом, здесь у меня есть некий пакет local mass. В нем есть один type globe, в котором есть скаляр и в котором есть функция. Если я скопирую этот type globe, я получу в другом модуле такой же type globe с теми же самыми значениями, с теми же самыми функциями. Но type globe можно копировать не обязательно целиком. Если в type globe присвоить ссылку, то он посмотрит, какого типа эта ссылка и скопирует только то значение, которое ему нужно. Я сделал ссылку на функцию, соответственно, я получил функцию. А вот скалярная переменная здесь не объявлялась. Я могу эту функцию, например, сделать вообще, собрать на месте анонимную, присвоить и получить какую-то функцию. То есть, таким образом, я могу в любом пакете, на лету, создать функцию с любым именем или, по сути, с любым содержимым. У меня же есть еще и Eval, кстати, при помощи которого я вообще могу собрать любую функцию. Таким образом, у меня есть полная динамическая загрузка кода и возможность копирования из одного места в другое. Кстати, да, если я укажу в скаляр, то функцию у меня не будет, она упадет. И, кстати, с копированием скаляров есть еще один момент. Поскольку это указатель на ту же самую переменную, это не копия переменной, то существует возможность создавать readonly переменные таким образом. Константные выражения, то есть, вот здесь у меня ссылка на число, здесь у меня ссылка на строку. Сами число и строка, они константные. Они написаны в исходнике. Их менять нельзя, под них не существует переменной. На это нечто взят указатель. Вот эта вся сущность, она readonly. Поэтому, когда мы присваиваем ее в typeglobe, мы получаем readonly переменную. Если вам нужно где-то сделать вот что-то readonly, вы это можете сделать таким образом. Существует модуль readonly, который позволяет любую переменную выставить на ней соответствующие флаги. Но таким образом вы можете сделать это абсолютно без модулей. Ну и теперь, когда вы знаете, как копировать символы из одного места в другое, можно написать свой собственный импорт. То есть, понять, как он работает. импорт это простой вызов функции. Эта функция получает на вход имя модуля первым аргументом, поскольку она вызвана по стрелочке. Мы можем узнать, кто нас вызвал. Существует функция caller, которая позволяет узнать, из какого пакета, из какой строки, из какой функции был совершен этот вызов. Поэтому мы узнаем, кто нас вызвал. Мы знаем, кто мы. У нас есть аргументы, с которыми нас вызвали. Просто проходимся по всем аргументам и копируем в таблицу символов того, кто нас вызвал, то, что у нас есть. Мы можем проверять еще дополнительно, есть у нас эта функция или нет. Но в целом, вот самый простейший импорт может быть написан так. Иногда вы можете что-то подключить, вам привезут много функций, вы с ними поработаете, но вы не хотите, чтобы эти функции оставались у вас. Ну вот, мешают они вам чем-то. Вы хотите свои позже, например, такие объявители, еще что-то. Модули можно отключать. Если есть use, есть обратная ему операция no. Это странно, но no на самом деле подключает модуль, но потом на нем оно вызывает unimport. То есть мы берем модуль и просим выгрузить то, что либо он загрузил по умолчанию, либо то, что мы ему скажем и так далее. А на импорт можно написать довольно просто. Мы просто берем то, что нас попросили выгрузить и удаляем из таблицы символов вызывающего. Здесь нет проверок, но как вариант это работает. Здесь нужно обратить внимание, я удаляю символ целиком, поэтому если нам привезли функции, а я объявил переменные с таким именем, то такая выгрузка удалит все вместе, вместе с переменные. Поэтому более грамотный unimport нужно выписывать соответственно более грамотно. Вообще хорошие реализации импорта и unimport есть в модуле exporter. Если кому-то понадобится разобраться с тем, как это работает, как это сделать или как что-то изменить, вы всегда можете найти exporter.pm, открыть исходник и посмотреть, как он сделан. И еще один момент, это когда мы подключаем модуль с версией. Существует такой синтаксис, он проверяет версию модуля. Когда мы указываем версию, мы говорим, мы хотим модуль версии не ниже вот этой. Например, мы посмотрели, требуемая нам функциональность появилась в этой версии. Нам нужно сказать, что модуль должен быть не ниже этой версии. В импорте это нигде никак не фигурировало. Как же это работает? На самом деле это работает приблизительно так. У модуля вызывается специальный метод version, который берет и проверяет, что его собственная версия не ниже той, которую передали. Если ниже, он бросает исключение. Вы можете это легко проверить. Можете взять любой модуль, который вы проверяли, подставить туда гигантскую версию и увидеть, что оно сразу же упадет. Давайте теперь рассмотрим, какие есть существующие модули, которые следует знать. Модуль, с которого, возможно, мне стоило вообще начать с курс, вот где-то там, хотя бы в прошлый раз, это модуль useStrict. Если вы напишите первую программу, у вас будет все нормально. Если вы напишите вторую программу и подключите useStrict, Perl вам сообщит, что у вас необъявленные переменные. Вы не сказали на них ни my, ни our. Скорее всего, в большинстве случаев это ошибка. Вы пытаетесь обратиться к некой переменной, которую никто нигде никак не объявлял. Первоначальная версия Perla не имела модуля strict. Это был Perl версии 1, 2, 3, 4. В Perl 5 сделали режим useStrict, и это очень полезный при разработке режим. Так вообще, для справки, для сравнения, язык Python не имеет аналога. Если вы напишите какую-то переменную, которая не использовалась, не объявлялась и так далее, он ее условно тихонько объявит. JavaScript посчитал, что useStrict очень хорошая техника, но у него это не ложилось в синтаксис, поэтому они придумали следующий хак. Можно в кавычках написать useStrict. Если так сделать, то новые версии интерпретатора понимают такую вещь и включают так называемый строгий режим, требующий объявления переменных. То есть, в целом, это очень старая вещь. Она была придумана в Perl, и многие языки, которые ее не имеют, ее так или иначе заимствуют. strict нужно писать. Вот постарайтесь себя приучить, что когда вы начинаете писать какую-нибудь программу, модуль или еще что-то, вы ее начинаете с useStrict. Вот просто приучите себя к этому, потому что в противном случае у вас будут обязательно проблемы. Следующая прагма, которая может вам помочь при написании программ, это useBarnings. его довольно просто подключить. Что он делает? Вот здесь я конкатенирую строку с andef. andef в конкатенации работает как пустая строка. Все нормально, все хорошо. Но что если вы просто конкатенируете неинициализированную переменную, которая на самом деле должна быть инициализирована, вы достали из хэша какой-то ключ, который должен был быть инициализирован, вы это пропустите, вы это не заметите. Для того, чтобы это не пропускать, можно подключить модуль варминг. В этом случае у вармингов много категорий, он ругается на разные вещи, но вот здесь я привел два примера. Я привел конкатенацию с не строкой, то есть с andef, в этом случае мы получаем use of anti-alized value. Кстати, кто видел уже этот use of anti-alized value? Собственно, использование арифметики на не строках будет приводить к соответствующим вармингам. В общем, их там много. Со временем вы научитесь пользоваться андефами, то есть вы научитесь конкатенировать несуществующие ключи, понимать, что делают андеф, когда нужно инициализировать, когда не нужно. В этом случае, когда вам это будет понятно, вы можете отключить некоторые варминги. Либо, например, вы можете работать с пользовательским вводом и вы хотите использовать строки, которые не числа, как нули. Вы можете это делать насильно, то есть вы говорите, что вот такую категорию вармингов я не считаю за варминг. Все остальное лучше оставить. Там может быть что-то другое полезное, например, как чтение из неоткрытого дескриптора и тому подобное. Ну вот в варминге можно отключать. Отключенные варминги не ругаются, оставленные продолжают ругаться. Ну и, конечно же, в варминге можно включить одной простой маленькой опцией в режиме однострочников. Если вы хотите что-то проверить, ругается на это перл не ругается, просто включаете флажком W. В перле, начиная с версии 5.10, начался очередной виток развития, появление новой функциональности. Эту функциональность нужно было как-то обратно совместимо включить в интерпретатор. Для того, чтобы соблюсти обратную совместимость, для того, чтобы дать возможность писать с указанием, что вы хотите, был сделан модуль фича. При помощи модуля фичи вы можете сказать, что вы хотите использовать в своей программе. Вы можете сказать, хочу использовать фичу Say и Switch. Вот как, например, здесь. Я использую Say, и я использую вот тот самый новый перловый свитч, который GivenVen. Фичу можно записывать в виде перечисления функций, которые вы хотите. Можно подключить тег-версии. В каждой версии может появляться что-то новое. Указывая конкретную версию, вы говорите, подключи мне все, что было сделано в этой версии. На самом деле существует синтаксис, просто use-версия перла. Она изначально существовала для проверки, вот как существует use-модуль-версия. Это мне нужен модуль версии не ниже такой. Вот use-версия это то же самое, только в отношении самого перла. То есть мне нужен перл-версии не ниже такой. В этом случае, если я просто пишу use-версия, я на самом деле использую use-фичи. Таким образом, вы можете просто подключить версию и получить те самые Say, Switch и прочее. Я вам рекомендую пользоваться, то есть да, можно писать с 5.0.10. Это подключает те самые Say, Switch. Они появились тогда. Но я бы порекомендовал использовать версию старше 12-й, потому что если 5.10 подключает только фича, 5.12 и выше подключает еще и strict. Поэтому просто написав use 5.0.12 или use 5.0.16, вы подключаете себе и фичи языка этого, и одновременно вы себе подключаете strict. Вам не нужно больше писать явно use strict. Указали версию, и все у вас хорошо. Лично я, со мной могут кто-то не согласиться, рекомендую подключать именно 5.16. Смотрите, какой здесь баланс. С одной стороны, можно написать use 5.0.26, и скорее всего у 99% людей это не запустится, потому что это слишком свежий перл. Его нет в дистрибутивах. Он есть, но его нет. Имеется в виду, что вы его можете поставить, но в дистрибутив оно войдет, скорее всего, в какой-нибудь следующий. Также брать слишком старую версию у вас не будет всех хороших фич, которые были сделаны в 5.16. Поэтому 5.16 это определенный баланс. Он есть в довольно-таки старых энтерпрайзных дистрибутивах типа CentOS 7, которые мы вам поставили. Мы его не просто так поставили, а для того, чтобы вы могли познакомиться с тем самым энтерпрайзным миром. Миром стабильности и не обновления пакетов по 5 лет. Ну вот, тем не менее, это такая промежуточная версия. Вы можете писать свои модули и тоже указывать эту версию. То есть таким образом на младших версиях ваш модуль работать не будет. Ну и давайте, что еще есть? Я вам говорил на прошлой лекции, что если написать функцию с пустым прототипом, то это будет как бы константа. Существует модуль, который при помощи таблицы символов создавать вот такие константы. Это функция, у которой пустой прототип, у которой константное значение. При помощи модуля констант вы можете их объявлять и в дальнейшем ими пользоваться. Их можно писать без каких-либо сигилов, без скобочек, и они работают. Также вы наверняка захотите пользоваться чем-то, что уже написано. Если учесть, что мы будем работать с операционной системой, нам понадобятся вызовы POSIX. В POSIX существует библиотека POSIX, в которой реализованы, собственно, POSIX функции, которых нет в самом корр-языке. POSIX рекомендуется подключать без импорта, потому что там очень много функций. Если вам нужна одна-две в одном месте, просто подключите, и можно ими пользоваться, не импортируя, вызывая по полному имени. Вы можете там себе функцию эту привести. Подключаете, вы получаете функцию, дальше вы этой функцией пользуетесь. Так, так. Соответственно, POSIX поддерживает локали. Вы можете пользоваться как нативной локалью, так и переключиться на какую-либо требуемую вам. Вся вот эта работа, она находится там. Также вам потребуется в том или ином виде модуль lib. Я уже говорил про ink. Ink — это пути к библиотекам. Так вот, useLib позволяет в compile-time добавить в ink новых путей. Его реализация, вот если ее переписать, она очень простая. Она представлена просто вторым блоком. Это в блоке begin закинуть в ink несколько путей. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Но useLib читается проще. Иногда вам может понадобиться сделать useLib на относительный путь относительно вашего скрипта. Представьте, то есть вы сейчас начинаете модуль, у вас есть репозиторий, в этом репозитории у вас есть скрипты, и у вас впоследствии появятся собственные модули, собственные библиотеки. И вам захочется, чтобы когда вы запускаете скрипт, он подключал библиотеки и искал их в вашем репозитории, рядом с непосредственно запускаемым скриптом. Это можно сделать при помощи, например, модуля findbin. Findbin находит, откуда ваш скрипт был запущен, и из findbin.bin можно прочитать эту самую директорию, где вы находитесь. А дальше относительно нее вы строите путь к библиотекам и подключаете. Причем вы можете подключить их, указав одну конкретную директорию, либо можно воспользоваться функцией globe. В прошлый раз я рассказывал, что globe по звездочке позволяет вам, например, развернуть несколько путей. Таким образом, у вас может быть директория с модулями, из которой вы подключаете себе различные модули. В общем, вы можете воспользоваться однострочником и посмотреть, как этот findbin работает, посмотреть различные его опции, позапускать его из разных мест. А теперь перейдем к тому, а как вообще создать свой модуль. Ну хорошо, вот мы говорили там написать PM, вот мы научились его реквайрить. Здесь для генерации модулей есть несколько разных утилит. Я рассмотрю утилиту, которая входит в стандартную поставку Perla. У нее странное название – h2xs. Мы ее затронем еще тогда, когда мы будем рассматривать написание сишных модулей. Они называются эксцессные модули. Изначально она делалась для них, для того, чтобы конвертировать сишные заголовки, h-файлы, в эксцессные модули. Но это просто утилита для генерации шаблона модулей. Вы можете дать ей параметры, сказать, что вот я хочу модуль с таким названием, с зависимостью на версию не ниже такой-то. По умолчанию он берет вообще версию текущего Perla. Можете у нее что-нибудь отключить. Например, я вот здесь командой минус x отключаю, собственно, подключение эксцесса. Он мне здесь не нужен. Ну и да, чтобы у меня был h2xs, мне нужно в среде окружения поставить PerlDevel. Если у вас Perl ставите сами, у вас h2xs будет. В дистрибутивах разработческие вещи обычно выносятся в отдельный пакет Devel. Вы получите в итоге вот такую структуру. Здесь у вас есть директория lib, в которой, собственно, находится ваш модуль. И вы можете создавать дополнительно модули и иерархию, там, модули в модулях. У вас есть штука makefile.pl. Мы сейчас его рассмотрим отдельно. У вас есть readme. У вас есть тесты, директория для тестов. И два файлика изменения, куда, в общем-то, рекомендуется писать, что вы изменяли в определенной версии модуля. И манифест — это системный файлик, который говорит, какие файлы входят в ваш модуль. Значит, makefile.pl — это перловый скрипт, задача которого — сгенерить файл makefile. Вы запускаете перл makefile.pl, у вас должен получиться makefile. Для того, чтобы генерировать makefile, makefile должны быть кроссплатформенны, они должны работать везде. Для этого существует утилита x2tils MakeMaker. По названию, в общем-то, довольно понятно. Это модуль, который делает make. Здесь вы перечисляете, вы пишете в writemakefile и говорите, как ваш модуль называется. На самом деле это уже там будет. Там будет большая часть из этого. Вам можно дополнительно указать какие-то зависимости к вашему модулю. Вы говорите, откуда брать версию, откуда брать описание модуля, какие у него зависимости, ну, собственно, кто автор и какая лицензия. Весь набор ключей можно посмотреть в x2tils MakeMaker. Дефолта будет достаточно большинству. Единственное, что вам потребуется — это зависимости. Что с этим дальше делать? Практически любая сборка перлового модуля выглядит вот так. Вы пишете perl makefile.pl. Он запускается, там смотрит, проверяет, генерирует makefile. После этого внутри этой директории можно делать make различные команды. Можно сделать просто make, он его соберет. Можно сделать сразу maketest. В экосистеме Perla тестирование существует практически с первых версий. Оно довольно хорошо описано, стандартизировано, поэтому практически любой модуль, да и сам язык, идут с тестами. Тесты — это важно, поскольку они позволяют вам следить за тем, что вы не сломали код, который был написан ранее. Вы запускаете тест. Запускается, опять же, ну да, неудивительно, Perl с некоторым набором. И выполняет все файлики из директории t. Про каждый он пишет, что тест прошел или не прошел. И пишет результат. Прошли тесты, не прошли тесты. Когда у вас все хорошо, вы решили, что да, с модулем все нормально, и вдруг вы захотели загрузить его на Cepan, так может случиться. Вы будете писать модули, вы посчитаете, что этот модуль полезный, а на Cepan'е такого нет. Вы можете собрать так называемый distribution. Distribution — это targz с непосредственно модулем. Ну, например, есть команда makedist, которая соберет этот targz. Значит, немного побольше про тесты. Существует модуль TestMore. Изначально был тест, TestSimple, но на самом деле на сегодняшний день стандартом де-факто является TestMore. В нем вы можете указать, сколько тестов у вас будет. Либо вы можете подключить TestMore, выполнить некоторые тесты и потом сказать, что да, тестирование завершено. В тестах, собственно, для того, чтобы запустить несколько тестов вручную, можно писать makeTest, можно воспользоваться командой Proof. Она тоже запускает тесты и выводит статистику. Просто у makeTest флагов нет, а у Proof есть. Им можно управлять, давая ему различные директивы. Итак, как же писать тесты? Модуль TestMore дает нам определенный набор так называемых ассертов. Мы можем сказать какое-то выражение. И в случае успеха у нас тест выведет, что он прошел, в случае неуспеха тест выведет, что он не прошел, а заодно он еще и, скорее всего, напишет, почему он не прошел, в зависимости от этого ассерта. Есть простые на true-false, как, например, ok. Есть на равенство is, isn't. Is и isn't сравнивают свои аргументы в строковом контексте. Если же вам нужно применить какие-то другие сравнения, возможно, вы еще не привыкли, но со временем вы запомните, есть числа, есть строки, можно применить оператор cmp.org. Он сравнивает два своих операнда при помощи конкретного оператора. Если у вас есть развесистая структура, это вот, там могут быть любой вложенности и так далее, и вам нужно их сравнить, вы можете воспользоваться командой из гипли. Тесты можно группировать в определенные категории. Вы можете сказать, что вот этот блок отвечает весь за конкретно определенную функциональность. Вы его пишете сабтестом. Внутри сабтеста у вас может быть объявлено вложенных какое-то количество тестов, и они будут при запуске выводиться следующим образом. Весь сабтест с точки зрения теста представляет вроде бы один тест, но у него есть вложенные, и их можно все рассмотреть. Про модули. На этом у меня все. Материала много, и список документаций, которые я перечислил, стоит хотя бы пробежаться. То есть можно в порядке убывания, то есть начать с верхних, хотя бы посмотрите, что в этих модулях, и что, собственно, вам оттуда нужно. После того, как вы научились писать модули, поняли, как их загружать, подключать и так далее, можно перейти к не менее важной части. Это ОООП. ОООП в языке существует тоже довольно давно, и базируется оно, как ни странно, на модулях. В Перлей поступили довольно просто. В нем не стали городить какого-то сложного ОООП с какими-то ограничениями и прочим. Здесь все просто. То, что вы написали в пэккедж, это класс. То есть если вам нужно узнать, что такое класс, класс это пэккедж, а также это функции, которые объявлены в этом пэккедже. Все функции, которые вы объявили в конкретном пэккедже, будут его методами. Все дело в том, как вы будете этим пользоваться. Внутрь функции, когда она вызвана как метод, всегда первым аргументом передается объект, на котором ее вызвали. Так, по большому счету, и устроена ООП. То есть просто передача аргумента при вызове. Вообще в других языках оно устроено подобным образом во многих. Просто иногда этот аргумент от вас прячут. Вам говорят, что вот у вас здесь есть сэлф, дыс или еще что-нибудь. На самом деле оно, скорее всего, приезжает также на стэке первым аргументом. Здесь просто эта вещь явна, поскольку с этим явным можно дополнительно, ну скажем так, играться. Обратите внимание, когда мы пишем объектный пакет, то есть пакет, который будет классом, у которого будут методы, мы не пользуемся экспортером. Экспортер позволяет привести функции. Если мы пишем объект, у него это не функции, у него это методы, поэтому экспортер нам не нужен. Следующее, что нам нужно рассмотреть, это конструктор. Когда у нас есть класс, нам нужно уметь конструировать экземпляры этого класса, то бишь объекты. Самый простой конструктор может быть написан следующим образом. Вот эта функция subnew. Первым аргументом в нее придет, собственно, сам класс. А если буквально, то имя класса в виде строки. У нас есть специальный вызов, который называется bless. Буквально, он обозначает следующее. Мы благословляем эту ссылку быть вот этим классом. Вот если просто перевести дословно все, что здесь написано. По умолчанию, такие общепринятые объекты в перле, это объекты, сделанные из ссылок на хэши. Это удобно для хранения атрибутов. Формально, bless связывает конкретную ссылку с конкретным классом. Если до этого у вас это просто ссылка на какую-то структуру, то есть вот вы создали ссылку на хэши. Вы можете ее вывести там, в строковом видите, увидите, что это какой-то там хэш. Ровно после вызова bless, он ее и вернет, но он модифицирует саму ссылку. Он привяжет к ней вот это имя пакета. После этого эта ссылка становится уже не просто каким-то хэшом. Это становится хэшом, экземпляром конкретного пакета, конкретного класса в терминологии ООП. Вы можете использовать в качестве ссылок не только хэши. Вот это один еще из интересных моментов. Это не распространенная практика, но она возможна. Иногда она бывает полезна по разным причинам. Это может быть производительность, это может быть связка с сишными модулями, еще что-то. Объектом может быть любая ссылка, даже ссылка на функцию. Но обычно все-таки это хэши. И еще один момент, который, скорее всего, вряд ли встретишь где-то еще. Ссылку можно перепривязать. Вот у вас есть ссылка на какой-либо уже объект. Мы его привязали к конкретному пакету. Мы можем вызвать bless еще раз и привязать ее к другому пакету. Поскольку связка-ссылка-пакет это просто связка-ссылка-пакет, ее можно менять. Вы можете взять объект одного типа и сказать, нет, все это мой объект, теперь это объект другого типа. Нужно понимать, конечно же, что вы делаете. Вы можете сделать это временно. Вы можете забрать, поработать с ним по-своему, потом вернуть. В Perlin не существует объекта, функции, которая позволяет оторвать эту ссылку, но существует модуль Demn. Собственно, если это благословлять, то проклятие это оторвать имя пакета. Если вам вдруг, не знаю зачем, но вдруг вам понадобится ссылку, которая была объектом, сделать не объектом, можете найти этот модуль, поставить и подключить. Когда у нас есть объект, на нем можно вызвать метод. Вообще, для чего мы связывали имя пакета с какой-то ссылкой? Да просто для того, чтобы вызывать на нем методы. Когда мы на объекте пишем по стрелке какую-то функцию, он просто вызывает функцию из того пакета, который привязан и передает этот объект в качестве первого аргумента. Все устройство ООП находится приблизительно в этих пяти слайдах, которые мы сейчас прошли. Объявить пакет, объявить там функции, привязать это к объекту и, когда мы вызываем, передать этот объект туда. Внутри функции мы получаем экземпляр этого объекта и остальные аргументы, которые там были. Существуют две формы вызова метода и вызова конструктора. Собственно, да, привезем в наш класс конструктор. Можно явно блес писать, но это некрасиво. Вместе с блесом обычно идет еще какая-нибудь инициализация объектов. Поэтому принято у объектов, точнее у пакетов, которые классы, объявлять конструктор. Конструктор может быть new, конструктор может быть по обстоятельствам, например, create. Например, еще бывает, я это назову конструктором копирования, хотя данный термин сюда здесь не нужен. Например, может быть конструктор клон. Суть в том, что вы объявляете метод, внутри которого вызывается блес на заданный класс. Существуют две формы записи. То есть есть запись по стрелочке, когда вы пишете имя класса, стрелочка, вызов метода. На самом деле, то есть вызывается функция пакета класс с аргументом строка, представляющая этот класс. Это вызов по стрелке. Либо существует развернутая, иначе она называется indirect method call, развернутая форма записи, когда вы пишете new, имя пакета и все аргументы, которые пойдут в new. Это альтернативный синтаксис, то есть он явно специально добавлен для того, чтобы вызов конструктора был похож на вызовы аналогичных конструкторов в других языках. Это просто, скажем так, то, что называется синтаксическим сахаром. Разницы в этом нет. Если вот так вызывать не надо, явно звать функцию new с аргументом класса, то разницы между вот этим и вот этим фактически нет. Можно было бы написать create, my class и аргументы. Indirect вызову подвержены все функции, которые мы объявляем. OP был бы очень странным и бедным без атрибутов объекта. То есть мы создали объект, но он должен обладать какими-то свойствами. В нем можно вызывать методы, но эти методы должны менять какие-то свойства. Опять же, общепринятый, но не единственно возможный и необязательный способ. Это, если объект хэш, то атрибуты объекта — это, собственно, ключи хэша с соответствующими значениями. Один ключ хэша — один атрибут. Понятное дело, что в данном случае мы можем к атрибутам, скажем так, обращаться произвольно. То есть мы их можем на лету создавать, на лету убивать. Здесь нас никто не обязует вводить какой-то жесткий контроль. Существуют различные объектные фреймворки, которые позволяют нам ввести ограничения, сделать различную строгость, декларацию и так далее. Но базовая функциональность, она такая. Она не навязывает нам ничего. Собственно, здесь я создаю анонимный хэш. По принимаемому аргументу инициализирую один атрибут. Ну, вот мне так захотелось. При конструировании объекта я передаю этот аргумент. А дальше, когда я вызываю метод, я к этому атрибуту обращаюсь. Я всегда могу со своей ссылкой работать как с этой самой базовой структурой. Если у меня хэш, я всегда с ней могу работать как с хэшом. Поэтому здесь я просто достаю атрибут по имени. Можно пользоваться доступом как внутри, так и снаружи. Вообще, с этим получается, если внутри, то есть вы пишете класс, вы что-то объявляете, переименовываете, все хорошо при такой работе. Снаружи это не очень хорошо. В некоторых языках, ну, например, сходу я могу назвать C-Sharp. Наверняка их много других. Существует такая вещь, как неразличимость между атрибутом и методом. Для того, чтобы можно было какие-то атрибуты реализовывать через методы. Для реализации такого подхода применяется такая вещь, как аксессор. Буквально, если его перевести, это тот, кто обеспечивает доступ к чему-то. Аксессор — это всегда метод. Таким образом, мы берем некую нашу логику, связанную с именованием атрибутов. Неважно, какую, неважно, как мы называем эти атрибуты, и более того, неважно, где мы их храним. У нас может структура перестать быть хешом, но при этом аксессор — это метод, который есть извне. Таким образом, всю работу с нашим атрибутом мы уносим внутрь. То есть мы сделали аксессор name. Мы здесь работаем с нашим атрибутом name. Причем снаружи мы перестаем обращаться к объекту, как к хешу. Мы говорим «выставь name в новое значение». То есть если мы вызываем аксессор с аргументом, он выставляет новое значение в атрибут. Если мы вызываем аксессор без аргументов, это просьба «верни мне значение этого атрибута». Это более универсально, поскольку позволяет нам полностью абстрагироваться от внутреннего устройства класса. Конечно же, такую вещь, как аксессор, никто на сегодняшний день не будет заставлять писать вручную. Он простой, он из трех строк, но если вам нужно 50 атрибутов, то вы что, для каждого из 50 атрибутов будете писать такой аксессор? Ну и в общем, вероятность ошибиться немаленькая. Существуют модули. Изначально существовали модули, назывались они класс-аксессор, потом появился класс-аксессор fast, потом появился класс-аксессор fast-access, потом появился класс-аксессор fast, еще чего-нибудь. В общем, вот тот аксессор, он самый простой, но он довольно-таки медленный. Поэтому их начали сначала ускорять, потом писать эксессные модули. В общем, на сегодняшний день существует модуль, который называется вот так, класс-аксесс-аксессор. Он самый быстрый, и там применены очень крутые оптимизации, поэтому эти аксессоры практически бесплатные. Ничего не бесплатно, но они по стоимости ниже намного, чем вот та функция, которую я реализовал. Они почти равны доступу непосредственно к хэшу. Поэтому не страшно, когда мы используем такие аксессоры, мы почти не теряем в производительности. Ну и, собственно, заодно в библиотеку аксессоров обычно привозят и дефолтный конструктор. Опять же, зачем писать конструктор, который копируется из класса в класс, который просто принимает аргументы и инициализирует хэш. Поэтому, если вам нужен такой конструктор, вы можете просто подключить модуль класс-аксесс-аксессор и получить конструктор и аксессоры. Аксессоры вы перечисляете, какие вам нужны. Модуль имеет гибкую настройку. Вы можете выставить различные режимы, вы можете даже сделать в write-only аксессоры, то есть аксессор, который можно записать, но из которого нельзя прочитать. Но самые простые выглядят так. Внутри вы можете продолжить пользоваться стандартными ссылками на хэш. Не обязательно аксессорами, поскольку это ваш класс, в нем вы можете делать все, что хотите. Снаружи вы пользуетесь им, собственно, всегда по аксессорам. Причем для вас все равно это атрибут конкретно аксессор или это метод, который работает с другими атрибутами. То есть вся логика от вас спрятана. Также здесь хочу отметить данная форма записи, когда мы передаем в качестве аргументов в конструктор хэш, ну точнее список, представляющий из себя структуру ключ-значения. Это довольно распространенная форма записи, более-менее общепринятая, поэтому при создании классов рекомендуется придерживаться такого интерфейса. Ну и, конечно же, что за ОООП без наследования? Наследование — это возможность наследоваться. То есть наследовать какие-нибудь свойства, методы, атрибуты или еще что-то у какого-то другого класса. Наследование в Перле тоже сделано очень просто, но при этом довольно сильно. Оно обладает возможностью и реализовывать множественное наследование, что доступно не во всех языках. Собственно, давайте, как оно реализовано? Да очень просто. Есть массив ИСА. Формально ИС, Э. А вот дальше кем является наш класс? Там мы просто перечисляем родителей этого конкретного класса. Переменная ИСА — это глобальная переменная, ее всегда можно прочитать снаружи, то есть можно узнать, грубо говоря, кем является этот класс. А за ним можно узнать, а кем является тот, кем он является. И таким образом можно построить дерево наследований. Его можно устанавливать вручную. Можно устанавливать не вручную. Есть модули, которые устанавливают за нас переменную ИСА в CompileTime. CompileTime — это важно, поскольку на стадии загрузки определяются взаимосвязи между модулями, осуществляется загрузка. Вот UseBase или UseParent загружают вот этот модуль, а потом вот этому модулю, который LocalTeacher, прописывают его в качестве ИСА. То есть таким образом мы говорим... Ну и название выбрано так, чтобы отражать суть. То есть мы говорим, используй модуль такой-то как базовый. Или используй модуль такой-то как родителя. Бейз от парента по сути не отличается ничем. Бейз более старая версия. Парент более новая с дополнительными опциями и возможностями. Также для проверки наследования нам нужно бывает узнать, является ли кто-то экземпляром или наследником чего-то. У любого класса, который мы создаем, всегда будет определен метод ИСА. Метод ИСА берет массив ИСА и проверяет таблицу наследования. То есть в данном случае, вот мы создали определенную иерархию. У нас есть студент, который наследуется от юзера. У нас есть тичер и профессор, которые наследуются друг от друга. Таким образом, у нас профессор является учителем. Профессор является юзером. Но при этом профессор не является студентом. У них есть разветвление. То есть студент и профессор наследуются от пользователя, но они не являются наследниками. поскольку я сказал про метод из а откуда он взялся мы его не объявляли существует класс universal он просто существует он существует всегда его не нужно объявлять он есть и он является родительским для всех созданными созданных вами классов в нем существует определенный набор методов которыми можно пользоваться это иса это метод ken который я немного ранее где-то упоминал тем не менее вам нужно знать что любой класс наследуется от universal вы это можете проверить а также при помощи universal можно пользоваться непосредственно его функциями не как методами например мне приходит что-то из внешнего мира я могу попробовать воспользоваться этим чем-то как объектом но существует вероятность что моя программа упадет если мне туда подсунут не объект например мне туда подсунут простую ссылку я у нее попробую вызвать метод она упадет в общем зачем мне это я могу просто вызвать universal is a передав первым аргументом то что мне пришло то есть я говорю ну хорошо примени стандартный universal is a вот к этому объекту universal is a уже есть все эти проверки он посмотрит что это не объект он не блэшеный за ним не был когда вызван блэс ну соответственно он не может являться инстансом какого-то класса поэтому просто вернем нет не является и все когда мы проверяем что-то функции ken ken отвечает нам на следующий вопрос может ли конкретный класс или конкретный объект выполнить определенный метод собственно раз мы пришли к наследованию то здесь происходит следующее он идет собственно в тот класс который связан с нашей ссылкой смотрит а есть ли там такая функция если там такой функции нет давайте посмотрим а нет ли у него родителей если у него есть родители пойдем посмотрим а нет ли у родителей таких функций и так далее до universal так вот ken возвращает нам условно говоря ответ на вопрос можно или нельзя выполнять метод а также заодно он нам возвращает указатель на функцию которую он бы выполнял то есть мы эту функцию можем сразу выполнить не выполняя опять поиск этого метода и еще в universal существует тот самый version который мы упоминали где-то когда мы разбирали модули вершин который проверяет что версия такая то больше чем версия указанная в этом пакете значит когда мы написали что-то с наследованием вот у нас есть один класс вот у нас есть класс который от него наследуется нам нужно иногда бывает написать свой метод который перекрывает метод родителя но при этом еще и вызывать метод родителя вот рассмотрим пример у нас есть класс юзер в этом классе юзер есть искусственно тяжелая функция name допустим она делает что-то сложное и вызывать ее каждый раз ну скажем дорого хотелось бы сделать что-нибудь чтобы пока ничего не меняется эта функция не вызывалась лишний раз один все посчитала и ну закешировала мы можем сделать класс наследник в этом классе наследники перекрыть функцию name то есть вот мы отнаследовались от нашего юзера мы перекрыли функцию name мы определили атрибут кэшит куда мы будем сохранять результат который мы вычислили если у нас его нет а дальше нам нужно вычисление не повторять а просто вызвать оттуда для этого существует вот такой специальный префикс он пишется к имени метода супер два двоеточие выполнит поиск метода условно говоря заново пропуская этот класс то есть мы в этом классе уже находимся соответственно его метод вызывать не надо надо вызвать метод начиная с его из а и выше таким образом мы можем строить цепочку методов которые перегружают друг друга и при этом каждый из них может вызвать вызывать метод лежащий выше ну и да здесь сделано следующее поскольку мы кэшируем что-то то при изменении какого-то атрибута нам нужно продублировать все методы и сбросить кэши ну и здесь тоже используется то есть поскольку мы перекрываем метод first name мы его вызываем точно также с вызовом супер еще могу отметить что можно если вы хотите указать не просто вызови родительский метод а вы сами знаете кто родитель этого класса например у него несколько родителей вы хотите вызвать конкретный метод конкретного класса вы можете указать просто полное имя функции всегда это будет работать главное вызывать его по стрелочке для того чтобы передался тот самый аргумент self то есть формально это будет выполнено вот так написать лучше именно по стрелке поскольку как я сказал в перл существует множественное наследование с множественным наследованием приходят проблемы множественного наследования кто знает какие есть проблемы множественного наследования множественным наследованием существует проблема выбора порядка предположим мы вызываем метод на объекте power user а у него его нет при этом этот метод определен в классах fast user там secure user и собственно user так вот в каком порядке нужно смотреть эти самые методы с одной стороны можно посмотреть что логично было бы посмотреть непосредственных родителей потом дальше потом дальше и так далее но если применить метод resolution order стандартный то есть когда мы берем родителя а если у него не нашлось то еще у родителя еще и так далее пока не найдем то мы пойдем по цепочке то есть мы пойдем fast user потом в user ах да здесь не нашли пойдем по второй цепочке родителей здесь то проблема в том что у вот этих двух родителей один и тот же предок существует специальный метод resolution order который лучше подходит под кейс множественного наследования с общими предками это метод который называется c3 я не могу сказать точно с какой версии появился этот метод resolution order но мы его можем менять в любом своем классе если вы хотите поддержать метод resolution c3 оси 3 позволяет нам находить сначала методы непосредственных родителей потом спускаться вглубь и так далее и так далее вы просто подключаете модуль мро метод resolution order и говорите какой resolution order вы используете а именно c3 в этом случае вам нельзя пользоваться вызовом супер поскольку супер идет непосредственно вверх 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 до тех пор пока не найдет для этого сделан специальный вызов next метод именно next метод при включенном c3 и выполняет правильный резолвинг а еще next метод удобнее тем что мне здесь не нужно подставлять имя непосредственно вот этого метода если в супер мне нужно было здесь всегда дублировать имя то есть если у меня метод все сныем я здесь пишу супер first name то в next методе я этого не делаю я просто говорю вызове следующий метод name относительно этого класса я и этого вызова собственно в каких случаях может использоваться множественное наследование то есть когда это может быть применимо вот есть например такая картинка которая иллюстрирует скажем так наращивание определенных атрибутов с разветвлением в каких-то частях и последующим слиянием этих атрибутов вместе здесь обозначена еще одна такая вещь как то есть вот смотрите существует нечто что представляет свойства возможность то есть например возможность летать крылья двум сущностям которые между собой вообще никак не связаны вот существует еще такая модель наследования она называется роли вот flying в данном в данной диаграмме это роль роль это я ее не стал расписывать в виде классов потому что это тот же пакет это тот же пакет с функциями просто он не объект роль это коллекция функций которых можно точнее коллекция методов которые можно принести конкретному классу и сказать на теперь ты умеешь это поскольку мы тебе принесли эти функции вот роли они позволяют работать с этим самым множественным наследованием несколько гибче ну а теперь перейдем к деструктиву конечно же в п должны быть деструкторы раз мы что-то умеем создавать значит это что-то когда-нибудь надо уничтожать создадим при помощи того же аксессора стандартный класс и объявим у него метод метод называется большими буквами destroy этот метод вызовется тогда когда все перестали пользоваться нашим объектом в данном случае я это делаю следующим образом у меня есть некий скоп это может быть скоп функции это может быть скоп цикла неважно главное что это некий блок в котором объект был создан и когда мы выходим за пределы этого блока этот объект больше никому не нужен на него никто больше не ссылается последняя май переменная которая на него указывала она покидает скоп в этом случае перл говорит хорошо объект нужно уничтожить и вызывает метод destroy в методе destroy можно выполнять можно и нужно выполнять очистку ресурсов если ваш класс если ваши инстансы объектов открывают файлы в destroy они их могут закрывать если вы там создаете там не знаю какие-нибудь временные ресурсы еще что-то в destroy вы можете их очистить destroy предназначен для того чтобы почистить те ресурсы которые могут не почиститься сами destroy гарантирован что он вызовется ровно в тот момент когда ушла последняя ссылка на объект перл не язык с garbage collector здесь нет garbage collector поэтому вам не нужно дожидаться что когда-нибудь потом объект уничтожится объект уничтожится тогда когда на него закончились ссылки поэтому вот здесь у меня сразу после блока идет какой-то вывод и я вижу что сообщение от деструктора я получаю до того как исполнялся хотя бы один statement после это гарантия языка есть еще интересные возможности которых в других языках в явном виде можно не найти например автолот для чего нужен для чего он может быть использована предположим вы либо не хотите писать много каких-то функций тела которых одинаковые либо не хотите их генерировать в общем причины могут быть разные но результат и функция для того чтобы их решить один автолот автолот это назовем ее магической функцией которая вызывается тогда когда не да не удалось найти метод вот я создал класс у него есть всего один метод new который собственно был создан нам access аксессором и еще у него есть функция автолот так вот когда я вызываю абсолютно любой метод на этом классе или на этом объекте после того как первым не смог найти этого метода он вызовет функцию автолот собственно с теми аргументами с которыми она была вызвана но поскольку у нас вызвали функцию а мы не знаем как ее зовут для имени этой функции существует специальная глобальная переменная то есть перед тем как вызвать функцию автолот будет установлена глобальная переменная автолот в которой будет лежать имя нашей функции которую перл высчитал и вызвал таким образом можно писать классы которые можно как угодно вызывать которые могут анализировать с чем их вызывали то есть эти технологии могут использоваться например при тестировании когда вы создаете объект закидываете его куда-то а он изучает что на нем вызывают вот при помощи автолоида это сделать очень легко то есть объект просто смотрится чем его вызывается запоминает также нельзя не отметить такую немаловажную вещь как перегрузка операторов кто знаком с перегрузкой где-нибудь еще собственно здесь все операторы которые мы рассматривали синтаксисе и бинарные и унарные приведения к различным типам здесь есть для включения перегрузки операторов существует отдельный модуль собственно вы уже могли заметить что в перле модули используется для изменения поведения не только языка но и для привнесения новых функций собственно модульность это одна из вещей которые была привнесена в первой версии 5 и которая позволяет ему на протяжении стольких лет гибко развиваться это не свойство вот какого-то базового синтаксиса это свойство модулей а при помощи модулей его можно очень гибко развивать вперед так вот неудивительно что для перегрузки операторов применен модуль этот модуль применять применяя принимает структуру списка которая символизирует собой хэш ключ это оператор который мы перегружаем значение это либо имя функции которую нужно вызвать вызвано она будет как метод либо это может быть указатель на функцию что происходит дальше когда мы создаем объект и к этому объекту применяется данная операция в данном случае я перегрузил две операции я перегрузил операцию плюс то есть я могу взять объект написать плюс взять другой объект такого типа и вызовется вот эта функция энд поскольку для нее определен перегруженный оператор внутри этой функции я получаю собственно объект селф это первый оперант операции эд и будет некий второй оперант аналогичного типа я могу по-разному реализовать сложение векторов в данном случае я к этому вектору прибавлю тот вектор также существуют операции приведения типов можно определить когда от вашего модуля хотят строку когда от вашего модуля хотят число когда от вашего модуля хотят логическое значение буллин это все раздельные типы 0 плюс это от вас хотят число просто так называется конкретно сама операция в модуле over load для нее мы определим например функцию лен если просто так вы к модулю точнее к объекту обратитесь как 0 плюс вы получите какое-то число которое на самом деле обозначает адрес вот того хэша или структуры а здесь мы явно посчитаем собственно его длину и вернем ах да я забыл еще про одну вещь если вы объявите оверлот без вот этого ключевого слова fallback то все остальные операции на вашем классе станут невозможны то есть вы например определили плюс вы определили приведение к числу попытаетесь вывести как строку например print вызвать он скажет у меня нет перегруженного оператора иди перезагружу перегружай fallback позволяет применить сначала перегруженный оператор а если не получилось то применить обычный поэтому fallback рекомендуется когда вы перегружаете небольшое количество операторов немножко дополним тесты которые относятся к объектным моделям мы рассматривали тест морф применение к просто сравнению там структуры или еще чего-то в нем есть еще специальные штуки для объектов у него есть assert can ok он проверяет что конкретный класс или конкретный объект имеет определенный набор методов вы можете написать свой класс вы можете написать на него тест и потом вы будете переделывать класс вот чтобы не потерять какие-то методы например вы можете это сделать она конечно же все пишется через явные вызовы можете вызвать ок что universal can на таком-то объекте но этот красивее и проще можно как бы сразу дать список методов можно вызвать их явно раздельно также можно проверять что объект является наследником то есть это isaoc можно проверять что у объекта нормально вызывается конструктор new с определенными параметрами что он возвращает какое-то значение и например не падает вот этот тест имеет смысл вы сами пишите конструктор вы там вызываете bless на что-нибудь вот берете и проверяете что ваш конструктор вернул объект того типа который вы в общем то просили ну а здесь вы проверяете что да он вообще способен это что-то создавать таким образом если открыть различные там определение об и можно найти собственно три столпа на которых он базируется это наследование то есть про него мы как бы говорили это возможность скажем так наследовать определенные свойства и методы это полиморфизм но как мы даже убедились на предыдущей лекции с функциями все перловые функции они полиморфны они способны работать с различным набором аргументов и это ин капсуляция когда мы берем какие-то объекты свойства и данные и упаковываем их в нечто в нечто цельное все эти три вещи они впервые есть и они реализуются прекрасно как вы могли увидеть поэтому если где-нибудь вы встретите отсылку что впервые об и неправильная это не так впервые об и соответствует определением то есть все вещи которые делаются в об и в перле сделать можно причем стандартным для перла способом team toady то есть более чем одним существует общепринятые существуют более менее стандартные а также существует большое количество фреймворков которые реализуют различные объекты вы с ними столкнетесь в том или ином виде но гораздо важнее знать именно то как это устроено и как это работает если вы знаете как устроена базовая опы вы сможете понять как и почему работает конкретный фреймворк просто что он делает поэтому в теме про опы была именно база а не фреймворки литература для опы небольшая существует одна секция в документации которая называется перл обж там есть все о чем мы сегодня говорили относительно об и объектов а также есть туториал просто как начать делать объекты на перле и две вещи которые мы сегодня упоминали это over load и метод resolution order на этом можно считать тему модулей и опы практически закрытой есть особенности какие-то мелкие в общем это все